Прошли выборы и в Государственную Думу, но еще и в Ленинском городском округе были выборы в областное собрание. И вы, как доверенное лицо КПРФ, насколько я знаю, еще месяц назад написали заявление в соответствии с требованиям закона о том, что вы с себя слагаете полномочия. Это не совсем так. Ну, то есть так, но для того, чтобы стать доверенным лицом КПРФ, необходимо сложить в себя полномочия депутата, потому что депутат не имеет права доверенным лицом. И где-то 20 августа я написал это заявление, потому что меня сняли с выборов, но решение, как ни странно, должен был принять Совет Депутатов Ленинского городского округа. Потому что одно дело написать заявление, а другое перенести в Центральную избирательную комиссию решение о том, что действительно мои полномочия с ними. Но Совет Депутатов, состоящий из этих единороссов, не собрался. И ровно месяц тянул время, пока выборы не кончились. Поэтому Центральная избирательная комиссия отказала мне в том, чтобы я стал доверенным лицом партии, потому что не было документа, что я перестал быть депутатом. Хотя, на самом деле, судебная практика показывает, что депутатом перестаешь быть с момента написания заявления. И вчера, 20-го числа, уже сентября, эта группа единороссов собрала мне очередное собрание и уже решил у меня полномочий, потому что они выполнили свою грязную работу. Они не пустили меня, не стали доверенным лицом партии. Но, как минимум, меня надо было пригласить на последнее заседание на рассмотрение моего заявления. Мало того, значит, надо было его правильно организовать, разослать документы, которые они почему-то мне не разослали. Я же еще депутат. И они потихуя приняли решение, в том числе снятие мое с меня депутатских полномочий. Но, собственно, это не главное. Они еще приняли решение дополнительно платить по 7 окладов главе и председателю совета депутатов в виде отпусков. То есть, когда отпуск выходит, ему 7 окладов. Причем сделали только на этот год. Судя по всему, и глава, и председатель совета депутатов настолько жадные и алчные, что им не хватает тех заработок, которые они зарабатывают, а тем очень большим деньги. Но они еще себе добавили. А также приняли изменения в бюджет, который никто не рассматривал. То есть, они комиссию не проводили, и все скопом, вот это все приняли. Вообще, на самом деле, вот эта деятельность Единой России, она получила отражение в голосовании. Мы единственная для них из немногих регионов Московской области, в котором КПР победила безоговорочно. Вот, несмотря на то, что они финансифицировали выборы, в пятницу бегали по домам, якобы приглашали людей на выборы, и потом сразу к ним приходились с этим надобным голосованием. Несмотря на то, что у них 100% психонологический диспансер проголосовал за Единой России. Но понятно, что за Единой Россию могли проголосовать только вот эти, к сожалению, психически ненормальные люди. Все равно они проиграли. И показатели по Госдуме по голосованию в Ленинском районе такие. 34% проголосовало за КПРФ, и вот с их фасификациями 28-29% за Единой Россию. И везде так. И наши кандидаты по Владамодарту по кругам победили, и на выборы в областную думу Едина Россия проиграла КПРФ. Это показательный случай, до чего они довели район, что несмотря на все их фасификации, бросы, а мы на двух участках уже нашли, где они выбрасывали, несмотря на то, что они гнали бюджетников, заставляя их голосовать в пятницу, а потом, ясно, что они там подделывали, перекладывали вот эти бюллетени, Единой России не далось победить. И, кстати, повсеместно, где не было вот этого сумасшедшего электронного голосования, где не было вот этих сумасшедших бросов, переписывания протоколов, везде Единой Россия проиграла. Ну, а наши местные единороссы, они как раз типичные единороссы, они участвуют в мошеннических схемах по выводу земли, мы это знаем, и фамилии их родственников, и их самих известных. Они разворовали район, многие из них попали под следствием, были осуждены за взявки, и они продолжают эту деструктивную деятельность, всячески принимают решения не в пользу граждан. Поэтому со вчерашнего числа я теперь не депутат, но хочу обратиться ко всем моим избирателям, там у нас, у меня достаточно большой округ, видно, что я продолжаю эту работу депутата. Я теперь, пока я помощник депутата Зюганова по государственной думе, я буду, пока они пройдут до выбора, выполнять депутатские полномочия. У нас небольшая, но гордая фракция КПРФ, осталось три человека, я буду им всем помогать, естественно, в том числе и работать с документами, потому что, конечно, то, что сейчас делает Единая Россия с районом и с областью, это просто так оставлять нельзя. Мы должны бороться, как говорил мой друг Бондаренко Николай, боритесь за свои права.